Впервые у журналистов есть такая возможность увидеть весь Пермский край за полчаса до начала экзаменов. На мониторе пункты сдачи ЕГЭ, где сегодня проходит география и литература. В 10 часов вещание приостанавливается. За ходом итоговой аттестации имеют право следить только онлайн-наблюдатели. Но работа информационного центра на этом не заканчивается. Дальше цифры, комментарии, последние новости. Всю информацию о ЕГЭ можно получить оперативно. Здесь и сейчас. Региональный информационный центр создан для широкого освещения вопросов проведения единого государственного экзамена. И мы, конечно, ждем на наши встречи и журналистов, и представителей общественных организаций, блогеров, всех, кто готов освещать эти вопросы объективно, честно и в позитивном ключе. Региональный информационный центр будет работать в день проведения каждого экзамена в 9.30 в течение часа. Здесь любой журналист сможет задать свой вопрос тем, кто отвечает за проведение ЕГЭ в Пермском крае. Мы будем рассказывать о экзаменационной кампании, приглашать людей, которые непосредственно являются нашими партнерами, нашими сотрудниками, соратниками, можем так назвать в этой процедуре. И все мы преследуем только одну единственную цель – провести экзамен честно. Всего запланировано 9 встреч с общественностью и СМИ. Темы будут самые разные – информационная безопасность, участие в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья и, конечно же, результаты экзаменов. Анастасия Петухов, Дислав Рашидов, телекомпания «Ветта».